Приветствую, меня зовут Анастасия Родина, я создаю портретных кукол и снимаю с ними анимацию, и в этом видео я покажу и расскажу вам процесс о создании куклы для фильма Ricardo and Friends, который мы готовим совместно с лейблом Forbidden Place Record. Данная кукла является портретом лучшего друга автора идеи сериала, имя ему Джосс Уиллер. Используя знания анатомии, в первую очередь я составляю выкройку с учетом пропорций тела и особенностей человека. Затем я переношу шаблоны на ткань. Для тела я использую белый батист, он достаточно прочный, не тянется и хорошо поддается окраске. После перехожу к созданию каркаса куклы, для него я использую стальную проволоку. Каркас плотно обматывается синдеконом, чтобы не торчало ничего жесткого. Все детали для туловища я шью на швейной машинке, для прочности делаю минимум по три шва. Обрезав лишнюю ткань с изнанки, я выворачиваю детали и надеваю их на каркас. Плотно набиваю тело куклы синдепоном при помощи щетиной кисти и рук, затем крепко вручную сшиваю все части тела между собой. Последние детали каркаса это пальцы. Они также плетутся в стальной проволоке, уже более тонкой, и обматываются хлопковой нитью. Пальцы получаются достаточно прочными, персонаж может держать даже что-то тяжелое в своих руках. После тело куклы поддается окрашиванию. Делаю я это с помощью акварели, внимательно подбирая оттенок кожи портретируемого персонажа. Когда тело уже готово, я приступаю к созданию одежды. Выкройки для каждой вещи я создаю отдельно. В данном случае вещей было несколько. Первым делом я сделала черную футболку. Для нее использовала ткань от настоящей футболки из хлопка. Я стараюсь сделать то же количество деталей, что и в оригинальной вещи. Все изображения, которые должны быть на одежде кукол, я делаю вручную с помощью акриловой краски. Детали прорабатываю гелевой ручкой. Здесь была картинка на байкерскую тематику. Начинаем одеваться. Для штанов я использовала настоящую джинсу. Также после предварительно созданной выкройки штаны были сшиты, вывернуты и надеты на нашего персонажа. Для плотной посадки пришиваю шеринку прямо к кукле. Волосы для данного персонажа создавались из печевки, потому что она похожа на седые волосы по своему виду и составу. Растелив веревку на мелкие волоски нужной длины, я окрашиваю их в разные оттенки серого. Затем после сушки расчесываю получившиеся волосы и сшиваю их в трес. После уже вручную пришиваю волосы к голове куклы от краев к макушке и формирую нужную прическу. В данном случае это несколько резинок на хвосте. Для придания эффекта немного сальных волос я покрываю их глянцевым лаком. Из овечьей шерсти разных оттенков серого методом лицевания формирую бороду. Затем приступаю к рисованию лица. На коже куклы рисую его гелевой ручкой. Образ завершаю приваливанием усу. Для каждой детали обуви также создается выкройка. Здесь были ботинки из черной кожи. Сделав швы где необходимо устанавливаю на берцах металлические люверсы, как в оригинале, с шилом и молотком. Далее склеиваю детали с подошвы из плотного картона. Крашу его черной краской. Добавляю аксессуар в виде цепочки. Пришиваю ее к джинсам. После надеваю обувь и завязываю шнурки на ботинках. Все татуировки на теле персонажа я также рисую вручную на глаз при помощи гелевой ручки. Цветные элементы тонирую маркерами. Последним элементом гардероба была кожаная жилетка. В ней было самое большое количество деталей. Также нашивка с отсылкой ко всем известному мотоциклетному бренду, но с весьма провокационной надписью. На жилетке также была установлена металлическая фурнитура, люверсы и кнопки. Пришита цепочка. По бокам была сделана шнуровка. Карманы куртки получились настоящими. С ними можно будет взаимодействовать в дальнейших съемках. Завершающими аксессуарами были плетеный браслет и солнцезащитные очки. Очки я взяла от куклы другого бренда. Нашла с синими стеклами, как требовалось. И покрасила оправу в черный цвет. И покрыла глянцевым лаком. Больше фото с данной куклой вы можете увидеть у меня в инстаграме. А также вы увидите Джозеф в грядущем фильме. Уже в анимации. Спасибо за интерес к моему творчеству, за просмотр этого видео. Буду рада подпискам на мои инстаграм-страницы, на этот канал. А также на заказы на портретных кукол и анимацию. Продолжение следует...